18 миллионов кредитных долларов, которые предназначались Министерству образования и науки, ушли в тень. Дело в том, что ведомство заявку на кредит подавало, но деньги брать отказалось. Они к тому времени уже сели на счетах правительства. В счетном комитете сегодня заявили, что средства сейчас никак не используются, но проценты по ним выплачиваются исправно. В нюансах темной кредитной истории разбирались наши корреспонденты. В Министерстве образования и науки выявлены финансовые нарушения на сумму почти 60 миллионов тенге. Кроме того, ведомство неэффективно использовало 623,5 миллиона. По словам аудиторов, такая ситуация сложилась из-за целого ряда системных проблем, которые также тормозят развитие науки. В самом Министерстве с выводами инспекторов согласны, однако уверяют, что в этом нет их вины. Мол, злую шутку с ними сыграло несовершенство бюджетного законодательства. А вот что касается зарубежных займов, то тут ситуация далеко не радужная. К примеру, счетный комитет выявил, что кредит почти в 20 миллионов долларов оказался, как говорится, неудел. Сейчас посчитала по действующему курсу те ресурсы, которые не востребованы оставить. 18 миллионов долларов. На сегодняшний день это почти 7 миллиардов тенге. За 7 миллиардов тенге 7 школ построить можно на 600 мест. За полтора года государство платит проценты и, соответственно, платит консалтинговую сумму. В Министерстве образования и науки заявили, что деньги эти лучше вернуть, так как острой необходимости в них нет. И дополнительная нагрузка на бюджет якобы не нужна. Министерство считает, что чем их освоить, скажем так, во что бы то ни стало, лучше их возвращать. Поэтому мы предпринимаем эти меры по экономии. По второй части я согласен. Азхаканович, понимаете, мы их возвращаем после ратификации. Это вы их возвращаете. А государство-то их уже заняло. Государство за них платит. Вот это надо очень четко понимать. Вы их отдали Минфину и думаете, что вы их вернули. Ничего подобного. Государство за них продолжает платить. Между тем, про финансовые провалы Министерства образования говорят далеко не в первый раз. Так, например, в 2014 году Генеральная прокуратура заявила о неэффективном использовании бюджетных средств на 8,3 миллиарда тенге. В 2015 году аудиторы насчитали нарушения на более чем 50 миллиардов тенге. В прошлом году общая сумма финансовых нарушений вкупе с неэффективным расходованием бюджетных денег составила 86,8 миллиардов тенге. Между тем, вице-министр образования Асхата Аймагамбетов вдруг запросил налоговые преференции для коммерциализации науки. Мол, с приходом частных инвестиций нарушения бюджетного законодательства сойдут на нет. Первое, о чем мы говорим, это вопросы, касается системных мер, это вопросы налогового стимулирования и налоговой преференции. Крупный бизнес на сегодняшний день, особенно иностранный бизнес, он фактически, скажем так, ну, во-первых, информации о наших разработках толком у них нет, это надо открыто сказать. И, во-вторых, даже когда эта информация есть, они достаточно пессимистично относятся к этим вещам. Уже после заседания Асхата Аймагамбетов обратился к журналистам с предупреждением, что все цифры, которые были озвучены на заседании счетного комитета, необходимо еще раз перепроверить. Мол, аудиторы могли и ошибиться. Правда, комментировать невостребованный заим в 7 миллиардов тенге вице-министр отказался. Продолжение следует...